всем привет с вами я татьяна шедрина вы у меня на канале время шить сегодня у нас время шить бралетты в предыдущем видео ссылочка внизу мы с вами подобрали материалы для бралетта я рассказала что понадобится а сегодня мы с вами построим выкройку кстати мы прошлый раз уже успели снять и мерки с вами сейчас для начала я начну вот с такой штуки у меня лежит передо мной лежит кусок кружева и я расскажу как раз о корректировке мерок горизонтальных на на растяжимость кружева как это определяется я беру сейчас вот сантиметровую как бы ну вернее линеечку отмечаю на ней 10 сантиметров сейчас крупным планом посмотрим отметила 10 сантиметров зафиксировала вот так и начинаю подтягивать кружева у меня достаточно упругая и я вижу что вот даже буквально растянув на один сантиметр у меня уже появляются полосочки от видно да посмотрите появляется как бы деформация кружева то есть растянуть его больше чем на один сантиметр мне некомфортно поэтому у меня будет растяжимость кружева 10 процентов то есть один сантиметр относительно 10 сантиметров это 10 процентов значит когда я надену на себя изделие в обтяжку с натяжением я смогу комфортно растянуть то есть у меня растянется изделие не больше чем на 10 процентов я буду на это рассчитывать поэтому все горизонтальные мерки мы с вами уменьшим на 10 процентов потому что они будут идти под натяжением у меня одна подписчица на канале спрашивал как с этим работать ну вот так и работать кстати мы очень редко шьем вещи в натяжении как вот как бы в найти как барабан сейчас это не очень модно то есть футболки с натяжением мы не шьем это касается только вопросов от бодиков белья вот такого в обтяжку купальников поэтому вот только там мы это используем в одежде в обычной жизни мы я бы не сумка бы не использовать коэффициент растяжения ни к чему он была мода раньше таких водолазки в натяг как бы шить сейчас не носят так придет время научимся и так я уже подготовила свой бралет к примерке и сейчас покажу вам вот как он как она примерно выглядит смотрите вот у меня две чашечки впереди полукруглый вот такой пояс под грудью если его перевернуть то на спинке вот такое кружево вставочка и как видите застежки нет есть два боковых шва и как вы видите по бокам высокие достаточно пояс он для комфорта внизу у нас будет идти фестончатый край и как вы видите фестончатый край вот здесь по вставочке на спинке и вот здесь тоже фестончатый край по бралетто по самому так ну что сейчас мы с вами займемся мерками я хочу сразу показывать на вот этом на макете бралетто где у нас используются какие мерки смотрим обхват груди 1 это у нас вы не под грудью это вот эта вот мерка горизонтально под костями мы измеряли у нас было 80 сантиметров минус 10 процентов 10 процентов от 80 сантиметров это 8 процентов оверни 8 сантиметров и от 80 я отнимаю вот эти 8 процентов у меня получат 72 сантиметра то есть обхват груди 1 у меня получается 72 сантиметра то есть под грудью вернее дальше обхват под грудью 2 у меня был 76 сантиметров я вычитаю 10 процентов это 7 и 6 десятых у меня получается 68 и 4 сантиметра дальше мерка такая как центр груди это расстояние между выпуклыми точечками груди вот как бы вот это вот мы должны были его измерить я делю это расстояние пополам у меня получается центр груди ой не пополам делю отнимаю 10 процентов у меня получается 13 с половиной процентов ой вне 13 половиной сантиметров 15 минус полтора 13 половиной дальше ширина груди через выступающие точки груди до боковых до боковых швов у меня она получилась 43 сантиметра вычитаю 10 процентов 38 и 7 но я округлил 39 сантиметров теперь мне нужно для построения так мы будем строить одну половиночку вот эту вот половинку половинку чашки сначала начнем с чашки мне для чашки нужны какие будут мерки обхват груди под грудью половинка его то есть я пишу что сейчас вот так отдельно обхват груди под грудью первая половинка уже переведенных мерок с учетом растяжения то есть обхват под грудью это вот эта часть соответственно полный обхват мы должны поделить на 4 то есть 72 я делю на 4 я сейчас боюсь ошибиться 72 делить на 4 у меня получается 18 то есть вот это вот расстояние хорошо видно вот так вот то есть у меня вот 18 сантиметров половиночка дальше обхват груди под грудью 2 у меня здесь шел 68 и 4 я его тоже делю до 468 и 4 делить на 4 у меня получается 17 и 1 то есть это вот смотрите в каком месте это на 5 сантиметров ниже нижняя часть пояса то есть чуть чуть поменьше вот у меня сужение пояса пойдет 17 и 1 дальше следующая мерка центр груди центр груди у меня уже мерка с учетом растяжимости было 13 с половиной половинка соответственно у меня будет 675 вот так и какая еще горизонтальная мерка мне нужно больше никакая давайте я сюда выпишу у меня высота груди то есть высота вот этой чашки мы намерили с девушкой со своей 16 сантиметров ну вот так она вот и есть вот и на 16 сантиметров все пишу высота груди высота чашки 16 сантиметров и еще нам нужно было как бы высота вытачки то есть до центра груди снизу расстояние у нас она 7 сантиметров вот видно здесь но я пишу как бы высота груди снизу 7 сантиметров в разных источниках вы увидите разные обозначения но я пользуюсь вот такими вот мерки которыми я буду сейчас пользоваться при построении вот они ну что поехали следующий шаг сейчас я начерчу детали бралетто мы рассчитали все рабочие мерочки которые нам пригодятся для построения и сейчас мы начнем конструировать нашу чашечку поехали мы сейчас вот из этого угла я прямо буквально беру лист бумаги и из левого угла начинаю строить первую свою чашечку вот я сейчас покажу на бралеты что мы сейчас строим мы строим вот эту чашечку часть чашки который ближе к центру груди вот сейчас ее буквально построим вот эту вот детальку как мы и строим мы соответственно от центра груди вот от вернет из этого угла вправо проводим расстояние которое мы посчитали уже переведенная центр груди у нас 675 я откладываю вот сюда 675 то есть у меня где-то вот примерно вот так затем я вверх строю перпендикуляр но я на глазочек строю перпендикуляр длина высота перпендикуляра это у нас высота груди снизу вот она высота груди снизу это у нас 7 сантиметров вертикальная мерка поскольку вертикальные мерки мы считаем что они не подлежат большому растяжению мы поэтому пренебрегаем деформации вот этот и считаем что только в горизонтальной мерке у нас расти растягиваются поэтому вертикальные мерки просто берем те которые у нас изначально ну по измерению поэтому мы откладываем высоту груди до центра груди вот просто снизу дальше вот по этой стороне мы откладываем высоту груди которую мы с вами намерили это высота чашки вот она высота груди она у нас 16 сантиметров ну собственно говоря вот она у нас и получается сейчас мы плавно соединим вот так вот линии и получается вот такая деталь чашечки на с вами вот она это бралет дальше но в смысле вот эта узкая маленькая часть дальше у нас вас получается одна часть вот такая ровненькая а вторая немножечко под углом сейчас мы построим вторую часть бралетта как бы чашки Вот мы построили маленькую, сейчас построим, которая ближе к наружу. Чаще всего вот эта вторая макродеталька, которая боковая часть, она шире, больше. Ну так у нас фигура устроена, тело устроено. Поэтому не пугайтесь, что она окажется больше. Как мы ее считаем, как мы ее строим? Что мы делаем? Я вырезала вот эту первую деталь нашей чашечки. Сейчас вот бумагу готовлю. Еще рассчитаю одну величину. Смотрите, что у нас есть ширина груди первая 18 сантиметров. То есть вот этот обхват груди первой, но у нас уже поделенная на 4 вот здесь вот была. То есть на 4. 18 сантиметров. Я вычту из нее центр груди 6,75. 6,75. У меня получится 11,25. Это ширина как бы второй боковой стороны чашки. Чтобы мне было проще все построить, я вот вырезала первую детальку. Сейчас ее просто обведу и добавлю. То есть я отмеряю вот от этого угла 11 сантиметров своих. 11 отмерила. Сюда сейчас вырезанную детальку вот так беру, придвигаю как бы. Потому что у меня должен повториться вот центр груди. То есть они должны детальки совпасть в этой точке. Вот. Ну я на всякий случай вот ее обведу полностью, чтобы вы видели. У нас они вот так вот соединятся. И я добавлю сюда высоту, как бы, ну вернее ширину, ту, которой нам не хватает. Вот так. Вот я добавила. И у меня вот это получилась чашка внешняя. То есть они будут располагаться вот так. Я сейчас их вырежу обе. У меня получилась вот такая выкройка бралетта. То есть у нас будет вот это вот будет у нас шов. Вот это я сейчас подпишу фестоны. Вот это у нас вот здесь подпишу шов по центру, шов. Все прекрасно. Вот такая у нас история. Ну, если вы первый раз шьете бралетта, конечно, стоит попробовать что ли. Может быть вам что-то не понравится здесь. Есть еще такой момент. Край фестончатый у нас будет идти четко по прямой. Потому что кружево продается ровненько. Мы не сможем, как бы, чтобы не нарушить красоту, здесь сделать линии под углом. Но вот эти линии я советую немножечко смягчить, как бы, закруглить слегка. Вот вместо сопряжения, чтобы это была не прямая палка, видите, даже мы сшивать уже будем. У нас вот здесь слегка такое идет закругление. Поэтому я бы изначально даже вот так вот взяла бы чуть-чуть вот так закруглила на несколько миллиметров. То есть, чтобы у нас вот, ну, как-то было подкругленнее чуть-чуть. Потому что это тело, на теле нет вообще прямых палок у нас, как бы, нет прямых ровных линий. Все как бы кругленько. Мы практически вот построили вот эти детальки для наших чашечек. У меня еще вот лежат вот здесь вот такие детальки. Я что хочу сказать, что я вот эти детальки немножечко как бы изменила, когда мы примерили бралет. И я сделала все же немножечко вот пошире вот эти вот истории. То есть, вроде бы и учтены все горизонтальные измерения, но нам показалось узковато. То есть, вот просто с учетом вот этого коэффициента растяжения все равно захотелось сделать еще пошире. Поэтому имейте в виду, может быть, как бы первые бралеты вы можете сшить из какой-то, не знаю, там, просто из трикотажа. Может быть, из старой футболочки, чтобы померить, как вам нравится. Тут уж как бы, как сказать, дело не в том, что вы неправильно мерки снимаете. Вы не знаете сами заранее, сколько сантиметров вы хотите. Сколько сантиметров вам будет комфортно. Самое, наверное, идеальное это вот, ну как бы сшить один пробник. Что я вот, например, сделала. Мы сшили в итоге пробничек. Сначала как бы померили на фигурке, потом сшили пробничек. И сейчас я буду кроить уже буквально вот то, чего нам реально хочется. Так вот, детальки у нас, чашечек готовы. Сейчас мы еще приготовим детальки пояса. Пояс мой, вот он. Вот так вот он выглядит, вот такой пояс. Как мы будем сейчас его строить, пояс? Смотрите, самое банальное и простое с поясом, это к чашечкам пришить горизонтальную полосочку. И ну как бы она будет удерживать, будем считать, что будет удерживать грудь. Но из опыта это не очень комфортно. Хочется эту полосочку, чтобы она была немножко пошире. И как бы удерживала натяжение максимальное. На молочную железу было не с поднизу как бы, а немножко сбоку. И поэтому есть резон сделать пояс немножко пошире, в районе бока. Поехали, строим пояс. Я покажу схематично, как я его строила. Смотрите, я сначала строю прямоугольник. Вот прямо прямоугольник, у которого длина, вот это вот наш обхват под грудью первый. Ну пополам, конечно. Это у нас получилось 36 сантиметров, 36. У вас это будет обхват под грудью первый. Дальше. Вот это будет середина переда, середина переда. Я прям себе размечаю, серединка переда. Высота, вот это вот прямоугольника, вот она у меня, максимальная высота. Мы ее взяли высотой, ну вот в реальности 9,5 сантиметров. Вы прикиньте, сколько вам, вот здесь напишу, 9,5 сантиметров. Сколько вам комфортно? Ну я думаю, что минимум 8-9 сантиметров стоит сделать, если вы хотите сделать как мы. Находим вот здесь половиночку, то есть вот это вот у нас будет пополам 18 сантиметров. Ширина как бы под грудью спереди, то есть половинка. Вот это будет середина спинки, да, спинки пояса. Вот у меня середина спинки. Сейчас мы получим вот такую как бы заковыристую форму. По центру переда у меня поясок будет шириной 6 сантиметров. Да, ну 6,2 мы делали по фестонам. 6,5 сантиметров по центру переда у меня. Покороче делаю. Вот здесь было 9,5, здесь 6,5, то есть на 3 сантиметра короче. И посмотрите, я плавной линии свожу. Ну какой плавный? До середины примерно идет у меня горизонтальная линия, то есть вот здесь 6,5. А затем вот эту линию, ну условно скажем, разделю пополам и опущу вниз. Вот так на перпендикуляре, один там сантиметрик скажем. Или полсантиметрика и вот так плавно сделаю. То есть вот так. Не вообще плавно, а вот от середины такой, хоп, плавненько сделали. Вот такой у меня получается деталь пояса впереди. А дальше к спинке я пояс сделаю тоже поуже. По центру спинки он у меня будет 4,5 сантиметра. То есть здесь вот был 9,5, станет 4,5, почти в половину. Вот так вот. А здесь линия ровная, но посередине тоже прогиб маленький, где-то миллиметрик на 3 миллиметра. То есть слегка вот так вот прогибчик, слегка. Вот такая схема пояса под грудь у меня получается. То есть у меня чашечка будет крепиться вот сюда. Смотрите как. Вот она как крепится чашечка. Вот сюда. И что я еще сделала? Как бы поскольку я приподняла вот это место, то я и у чашки немножечко вот это место срезала. То есть сейчас я покажу, что. Вот у меня получается чашка, фистончатый край. То вот это вот, как бы, чтобы у меня вот это место было не ровненьким, я вот немножечко вот это вот так вот еще подсрезала, чтобы под этот кружочек у меня подошло. Ну вот, пожалуй, вот это вот основное. То есть детальки у меня основные, вот они какие. И еще нам осталось треугольничек сделать по центру спинки. Итак, вот сейчас обсудим с вами ширину, вот этот треугольничек по спинке. Давайте посмотрим. Вот он. У нас вот высотой, по-моему, 11 сантиметров. Высота, высота 10 сантиметров даже. А ширина, я вот сейчас вот посмотрю, 10 сантиметров. То есть одной половиночки. Как мы его тоже строим. Ну вот, высота 10 сантиметров. А ширина 11. То есть вот так. И, соответственно, треугольник вот такой. То есть таких два треугольника будет. Вот это подписываем фистоны. Вот это шов. Все. И еще один момент про пояс, который важен. Это у нас получается, что прямоугольничек у нас вот здесь. Это середина спинки у нас вот здесь. А в боку мы сделаем вытачку. Вытачку на сколько сантиметров? Мы обхват груди 1, вычтем обхват груди 1, вычтем обхват груди 2. То есть насколько уже, ну под грудью вернее, под грудью. Насколько уже, так у нас обхват груди под грудью 68,4. То есть получается, что мы вычитаем из 72, минус 68,4. Получается сколько у нас? Здесь полтора, здесь два. То есть три с половиной сантиметра. То есть мы должны вот здесь выточку. А, это у нас на полный, а пополам на одну выточку. То есть получается 1,8 сантиметра примерно. Нам нужно выточку в один боковой шов забрать 1,8 сантиметра. Ну то есть примерно вот здесь по сантиметру. Мы вот такую как бы выточку рисуем. Вот так, хоп, нарисовали. То есть у нас будет боковой шов, в котором мы уменьшим его пояс к низу. Чтобы у нас он прилегал к фигуре. Вот. Это можно делать не выточку, а просто швы по бокам. Вот здесь у нас будет сгиб. Вот здесь у нас будет сгиб, середина переда сгиб. А вот здесь у нас будет два шва. Шов слева и справа. Вот как у меня выглядит деталь пояса. По факту. Кстати, я здесь не нарисовала вот эту выточку. Я ее потом на ткани делала. Давайте посмотрим, как у меня выглядят все детали. Вот у меня пояс. Вот здесь я подпишу. Середина переда. Вот это середина спинки. Вот это бок. Шов сбоку. Дальше. Сейчас посмотрим детали бралеты чашки. Вот они. Это деталь чашки по центру. Эта деталь чашки боковая. Вот она. Вот это будет шов по центру между ними. Он такой кругленький шов. И у нас еще будет вставляться вот сюда такой треугольничек. Ну, кстати, мы треугольничек-то отмерили. А смотрите, он будет вот сюда пришиваться. И вот эта линия должна быть ровной. То есть, поэтому мы треугольничек какой-то начертели. Давайте вот так приложим. И излишек вот этот снизу срежем просто. Потому что у меня внизу здесь не горизонталь, а вот так под углом идет. Ну, вы можете, кстати, здесь сделать и горизонталь плавно вот сюда свести ширину. Тогда здесь будет более ровно. Как хотите. Я срезала. То есть, на макете я вот так срезала. Пришила слегка под углом вот сюда ее. Вот эту вставочку. И у меня все получилось. Ну что, надеюсь, что с выкройками все понятно. У меня этот крой, как бы построение в чашек бралет тоже из опыта. И, кстати, такое построение, оно годится и для груди чуть побольше. Я таким образом строю, ну, скажем, на четвертый размер груди. Не сказать, чтобы это сильно держит грудь, но с небольшими ухищрениями. Какими? Сейчас я проговорю. Вот эту чашку, которая большая. Вернее, половинка чашки, которая крупная. Мы ее делаем из уплотненной ткани. Например, уплотняем кулиркой. А вот сюда, в боковой шов, мы вставляем косточку. Косточку прямую такую. Называется, не знаю, там китовый уз, пластмассовая такая. Мы вставляем сюда тоннельную ленту и в нее вшиваем косточку. И получается, что бралет для лета вообще суперский. Он держит, он мягкий, комфортный. Их, конечно же, широкие брители. Поэтому способ построения, мне кажется, такой достаточно универсальный. Подходит на любой тип груди.